Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие мои второклассники! И мы с вами продолжаем нашу тему о подготовке к шабату. Мы говорили о консервных банках и о бумаге, нарезанной в шаббат, а следующее, на чём мы остановились, это электричество. В наше время есть очень удобные и очень полезные специально для шабата придуманные приспособления, позволяющие пользоваться электричеством, не нарушая законов шабата. И одно из самых важных и самых полезных приспособлений – это шаон-шаббат. Шаон-шаббат – шаббатные часы. Что из себя представляет это приспособление? Оно переключает всю электрическую систему квартиры с повседневного режима на режим шабатный. В нужное нам время, которое мы перед шабатом можем установить и изменить, как нам удобно будет сделать, выставить нужное нам время на этих шабатных часах, в нужное время свет сам без нашей помощи, без каких-либо напоминаний, сам включится, сам выключится и именно в тех местах, где это нам необходимо. Но, естественно, что для этого нужно этот шаон-шаббат, эти шабатные часы, их нужно заранее перед шабатом настроить и выставить на них все те времена, когда нам необходимо переключение, выключение или включение электричества. Вместе с удобными и полезными вещами есть и такие вещи, которые в шабат нам мешают. Во все остальные дни мы открываем холодильник, о, прекрасно, сразу включается в холодильнике внутри свет, и нам видно, что брать. В шабат мы не можем открыть холодильник и этим самым открытием холодильника включить свет. Включить свет, открытием холодильника – это нарушение шаббата. Поэтому перед шабатом мы делаем так, чтобы этот свет при открывании двери не включился. Ну, самый простой способ – это вывернуть лампочку. вывернуть ту самую лампочку, которая освещает холодильник изнутри. Но поскольку сегодня есть в мире достаточно много верующих евреев, которые строго соблюдают шаббат, и среди них есть достаточное количество и инженеров, и людей, занимающихся проектированием, то сегодня есть холодильники, специально приспособленные для шаббата. Только надо не забыть перед шабатом повернуть, да, такую специальную там, специальный рычажок, или набросить специальную защелку собачку, чтобы лампочка в шабат не включалась. Во все остальные дни она нам помогает, в шабат она нам мешает. Тут важно сказать и о том, что если по какой-то причине забыли, забыли про эту самую лампочку, и вдруг в шабат открыли холодильник, ой, включился свет, теперь мы еще и не можем этот холодильник закрыть, потому что когда мы его закроем, то свет выключится. И это, естественно, очень-очень неудобно. Очень неудобно, но есть способы, есть способ эту проблему решить, как я уже сказал, или совсем удалить эту лампочку, или же перед шабатом набрасывать на нее специальный ограничитель, который не позволяет лампочке включаться в шабат. Вот у нас здесь, на этой картинке видно, здесь папа устанавливает шаон шабат, шабатные часы на нужное время, на щитке, на электрическом, а здесь холодильник приводят в шабатное состояние. Лампочку холодильника. Так, следующее, что еще необходимо подготовить к шабату? Есть у нас такие вещи, которые называются мукцы. Мукцы – это такие вещи, которые предназначены для выполнения запрещенных в шабат действий. Или же они в шабат негодны ни для чего, вообще ни для чего. Такие вещи, которые не предназначены для шабата, они называются мукцы. Есть много разных видов мукцы, и мы о них потом более подробно поговорим. Так вот, эти самые мукцы в шабат, их нельзя передвигать с места на место, их даже нельзя сдвигать, даже самую малость нельзя сдвигать с их места. понятно, понятно, что если такое мукцы лежит в кармане, то мы не можем одеть эту одежду, мы не можем снять эту одежду, мы не можем ходить в этой одежде, потому что во всех этих случаях мукцы будет перемещаться, а нам этого допустить никак нельзя. Деньги, деньги, документы, всевозможные, они являются мукцы, в шабат, их нельзя трогать, их нельзя переносить, сдвигать с места. всевозможные электрические приборы, счетная машинка, калькулятор, всевозможные ручки, карандаши, резинки, которые предназначены для письма, они тоже в шабат являются мукцы. Поэтому перед шабатом мы внимательно-внимательно проверяем, что у нас нигде таких вещей не осталось ни в карманах, ни на столе там, где нам понадобится ставить шабатные кушанья, ни в тех ящиках, которые в шабат нам придется выдвигать на кухне, чтобы достать какую-то посуду, чтобы во всех этих местах не были мукцы и чтобы они не оказались сдвинутыми в шабат. Следует убрать все мукцы в такое место, где они не будут нам мешать, где они спокойно будут лежать до конца шабата. Вот здесь видно, что убирают все мукцы на верхнюю полочку, туда, куда в шабат никто не лазает, чтобы там до шабата все эти вещи лежали. Кошелек с деньгами, калькулятор, ручки, карандаши, радио, всякие вещи, которые в шабат нам использовать запрещено. Кроме этих вещей есть еще одна святая такая вещь, которую в шабат мы тоже не используем. Каждый день, будничные дни, папа, старшие братья, те, кто уже после бармицвы, они возлагают тфелин. Но в шабат тфелин не возлагают, в шабат не возлагают тфелин. И раз в шабат им не пользуются, то естественно, что он мукцы. Вместе с тфелином обычно у нас лежит в специальном пакете, да, лежит талит. Талитом можно пользоваться в шабат, талит нам в шабат понадобится. Поэтому тот, кто пользуется в шабат тем же самым талитом, которым он пользуется и в будничные дни, у кого нет специального отдельного талита для шабата, то он должен перед шабатом вытащить этот талит из пакета, чтобы в шабат не сдвинуть тфелин, лежащий с ним вместе. Потому что тфелин в шабат трогать нельзя. Перед наступлением шабата следует проверить все карманы. Все карманы, в которых могут оказаться самые разные вещи. Это могут оказаться и мукцы. Это могут оказаться и просто вещи, которые нечаянно можно вынести за пределы Эрува в то место, которое является общим общественным пользованием. Я сидел на камешке в кармане, и ты идешь на улицу, ты наружу в шабат. Во-первых, какие именно камешки? Если это камешки, специально предназначенные для игры в пять камешков, то с ними проблемы в шабат нет. Это игрушка для детей, ее использование разрешено, оно не связано ни с нарушением ни с каких шабатних законов, все в порядке. Если это камешки просто на улице подобранные, или где-нибудь на берегу моря, какие-нибудь круглые красивые камешки, если они являются украшением, то в шабат они не будут мукцы. Если же они просто для игры взяты, то с ними возникнет проблема, потому что в шабат камни, они ни для чего не предназначены, и, соответственно, они будут мукцы, и их нужно выложить заранее. Если по какой-то причине, секундочку, я сейчас отвечу до конца на этот вопрос, если по какой-то причине мальчик, или не мальчик, или даже взрослый человек, да, вышел из своей квартиры, в кармане у него эти самые камешки мукцы, или даже не мукцы, да, даже если они не мукцы, то у нас возникает проблема с общественным пользованием. В Израиле эта проблема решается очень просто. В Израиле во всех городах, во всех деревнях, практически во всех местах есть эруф. Эруф это объединение всех жителей в единую семью, и в этом случае можно выносить на улицу в пределах этого эруфа, ограниченного специальными обозначениями, да, в пределах этого эруфа можно выносить из своей квартиры на улицу и так далее. Вне Израиля, там где, там где... Попали просто, когда ты падаешь на улицу, попали в тебе в карман, а тебе они не были нужны. Поэтому мы перед шабатом проверяем, проверяем кармашки, проверяем кармашки, чтобы ничего лишнего там не оказалось. чтобы ничего лишнего там не оказалось. Но я про тех, кто живет вне Израиля, да, вне Израиля живут живут евреи среди других народов. Другие народы невозможно с нами объединить в одну семью, потому что они принадлежат совсем к другому семейству, не обязанному соблюдать шабат. Поэтому вне Израиля возникает проблема с выносом и вносом вещей из своей квартиры. Потому что уже на лестнице, на лестничном пролете могут жить соседи неевреи, с которыми мы не можем объединиться и сделать ируф, потому что мы обязаны исполнять шаббат, они нет вовсе. И, соответственно, вынос уже за пределы квартиры всяких вещей, он нарушает запрет шаббата на внос и вынос вещей из одного владения в другое. Есть у нас такие вещи, которые нам будут необходимы в шаббат. Например, ключи от дома. Мы не можем оставить дом открытым, да? Или у вас оставляют дверь открытой в Германии, нет? Нет, выходят, закрывают дверь, потому что чтобы не забрались какие-нибудь жулики. Что, Йося, ты хочешь сказать? Не, я тебя не слышу, у тебя микрофон не подключен. Йося, Йося, тебя совсем не слышно. Я вижу, что ты говоришь, а что говоришь, не слышу. О, что? Немножко, немножко вдруг слышно и снова прекращать. Есть специальный пояс. О, совершенно верно. Есть специальный пояс, есть специальный пояс, который является частью одежды и который состоит из всех тех вещей, которые нам обязательно понадобятся в шаббат. Одежду, естественно, выносить в шаббат и вносить можно, когда она на нас надета, да? Мы не ходим голуби в шаббат нигде, поэтому одежду вносить и выносить можно, если эти вещи, ключи и какие-то там еще другие нужные нам необходимые вещи, они являются частью одежды. Придумали хитрые евреи такой специальный пояс, в котором его частями являются все эти необходимые нам вещи, чтобы их можно было в шаббат вносить и выносить. Так, что еще, что еще, что еще мы должны подготовить? О, если в доме есть младенец, малыш, нужно заранее подготовить все, что ему понадобится в шаббат, все, что ему необходимо в шаббат нужно будет подготовить заранее. Ему понадобятся титули и подгузники, ему понадобится еда сваренная или растертая, все это мы не можем в шаббат не варить, не измельчать еду, поэтому все это надо подготовить заранее. Ему может понадобиться понадобиться влажные влажные салфетки, которыми его вытирают, когда он испачкается, да, все, 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 все эти вещи, все эти вещи необходимо приготовить заранее перед шаббатом в достаточном количестве. Кроме того, кроме младенца у нас иногда такое бывает, к сожалению, ну, довольно часто, что кто-то болен, кто-то болен и ему необходимо лечение, ему необходимы лекарства, ему необходимы какие-то процедуры, которые он должен получать в том числе и в шаббат. Если известно заранее о том, что есть такой больной, если известно об этом заранее, то нужно заранее поговорить с Равом и спросить обо всех этих процедурах, как их сделать без нарушения шаббата. Естественно, после того, как получили все эти назначения, все эти лекарства, все эти процедуры, которые назначил врач, после того, как врач все назначил и все объяснил, после этого необходимо рассказать все подробно Раву, чтобы он объяснил, как же это делать, делать, не нарушая законов шаббата. Все это тоже, естественно, делается, готовится заранее и для младенца, и для больного. Должен вам сказать, что лекарства, лекарства, они в шаббат мукцы. Лекарства в шаббат мукцы, их нельзя переносить с места на место. Если лекарства сложены в кучу, да, среди них невозможно покопаться и найти, поискать нужное, да, потому что при этом тоже и передвигаешь их, и, кроме того, это проблема с выбором, с отбором нужного от ненужного, целая, целая, целая куча проблем с шабатом. Но, хотя, лекарства, они являются мукцы в шабат, но если человек, если человек получает какое-то постоянное лечение, да, например, больной сердцем, ему каждый день обязательно нужно принимать определенные таблетки, в том числе и в шабат, иначе что с ним произойдет? Он может, может умереть, он может умереть, да, и это естественно, это естественно опасность для жизни, которая, которая заставляет шабат подвинуться, да, но я стараюсь сказать так, чтобы понятно было не только тем, кто знает иврит, да, так вот, такие лекарства, которые являются постоянными, которые врач назначил для принятия на продолжительное время и их нельзя прерывать, такие лекарства их принимать можно и нужно обязательно, то, что сказал врач, обязательно нужно исполнять, если кто-то думает, что он будет праведник, и он не будет слушать врача, а будет соблюдать шабат, ничего подобного этим он шабат не соблюдает, наоборот, он нарушает, нарушает запрет делать себе опасность для жизни, пикоахнефиш, так вот, те таблетки, которые предназначены для постоянного употребления, их, естественно, можно принимать в шабат и нужно, но их нужно положить так, чтобы их не пришлось искать, если они закрыты в специальном как он называется, в специальном пакетике, да, или в каком-то специальном приспособлении, которое открывая, ой, с задней стороны там написаны какие-то буковки, открывая его, мы разрываем эти буковки, в шабат нельзя стирать или разрывать буквы, это нарушение запрета на стирание, на стирание слов, о, поэтому такие таблетки нужно тоже приготовить заранее, нужно их заранее раскрыть, заранее, заранее положить на такое место, где их сразу и легко найти, ну и, конечно, такое место, чтобы дети туда не добрались и, не дай бог, не скушали то, что им не предназначено, маленькие, если нужно для больного смешать какую-то, какую-то микстуру, развести ее с водой, это нужно сделать до шабата, все-все-все эти вещи нужно проговорить с Равом, чтобы в точности знать, что можно и каким образом это сделать так, чтобы ничего не нарушать. Сказали, сказали наши мудрецы, что перед шабатом каждый, каждый еврей, он должен позаботиться, поторопить всех своих домашних, чтобы они были готовы заранее к наступлению шабата. Ну, поторопить можно по-разному, да? Эй, вы давайте быстро, быстро, быстро! Нет, так не надо торопить никого. Нужно поторопить, но сделать это в мягкой и приятной для всех форме, чтобы люди приходили к шабату с хорошим настроением, а не взвинченные, не расстроенные, не поссорившиеся. Перед шабатом еврей спрашивает три знаменитых вопроса. Вернее, он два вопроса спрашивает, а третий он утверждает. Исартем, эрафтем, адлику, этанер. Первый вопрос Исартем, сделали ли вы все Маасрот, отделили вы десятую часть от всех кушаний, которые мы будем есть в шабат, потому что фрукты, овощи, от которых не отделены Трумот и Маасрот, они в шабат являются мукцы. Отделили ли вы Маасер Исартем, эрафтем, сделали ли вы Эрув, если у нас шабат следует сразу за праздником, то мы делаем особую, особый текис, особое действие, которое называется Эрув, Тавшилин, объединение, объединение тех вещей, которые мы начали уже варить, в праздник нам варить можно, а в шабат будет нельзя. Так вот, чтобы в праздник мы могли, имели право продолжить процесс варки для шабата, мы должны сделать перед этим Эрув, Тавшилин. Как раз вот в прошедший Песох, в седьмой день Песоха, у нас была такая проблема, когда сразу после Песоха, после праздника наступал шабат, и нужно было сделать Эрув, Тавшилин. Если кто-то видел, я даже выставил ролик, как делается Эрув, Тавшилин. Так, это второй вопрос. И третий вопрос. Адлику, это не, разожгите свечу. Это, в общем-то, не вопрос, а напоминание о том, что необходимо зажечь перед шабатом свечу. Есть еще множество вещей, о которых можно было бы сказать в нашем разделе о подготовке к шабату, подготовке перед шабатом к шабату. Мы оговорим их в дальнейших уроках, там, где мы будем сталкиваться с каждой из этих вещей. Кроме того, каждый еврей, он должен подумать перед шабатом сам, что еще может ему понадобиться в шабат, чтобы шабат прошел в приятной атмосфере, в спокойной, с удовольствием, чтобы было действительно в шабат нам приятно и легко жить. Следующий наш раздел, следующая наша тема о свечах. Мы как раз закончили предыдущую тему на свечах и начинаем подробно говорить о зажигании свечей перед шабатом. Был такой замечательный мудрец Равгуна. Сказал Равгуна тот, кто привычен очень внимательно относиться, очень строго и внимательно относиться к зажиганию шабатних свечей, свечей шабата и свечей хануки, то Ашем дает ему в награду сыновей мудрецов Торы. А намекает нам на это Пасук, Пасук из Мишлей, в котором сказано кинер митсва ве тора ор, поскольку свеча это заповедь, а Тора дает свет. Так вот, тот, кто исполняет заповедь о шабатных свечах, тот получает в награду свет Торы от своих сыновей. Перед наступлением шабата зажигают свечи. В сам шабат мы не сможем ничего зажигать, зажигаются свечи. Свечи шабата, они приносят мир, мир в еврейский дом. Они наполняют его спокойствием, наслаждением, и они добавляют к очень приятной шабатной атмосфере в доме. Зажигая шабатные свечи, мы показываем свое уважение к этому святому дню и его важность для нас. Основная заповедь зажигания свечей, она относится к женщинам. Женщины, они зажигают шабатные свечи, и в этом есть очень важное исправление давней-давней-давней задолженности. Поскольку первая женщина Хава, она так воздействовала на своего мужа Адама, что он съел запретный плод, и тем самым впустила в наш мир смерть, она как будто бы задула свечу души первого человека, то теперь исправляя это, все женщины, они зажигают свечи перед шабатом. Вы помните, что запретный плод был съеден за два часа до наступления шабата. Так вот, примерно за какое-то время до наступления шабата женщины зажигают свечи. Обычно это за 20 минут до захода солнца в Иерусалиме иерусалимские женщины издавна приняли на себя и это стало законом зажигать свечи за 40 минут до наступления шабата. Если кто-то знает, что он не сможет зажечь непосредственно перед наступлением шабата свечи, он может зажечь заранее. Заранее. Если женщина не может зажечь свечи или если в доме нет женщины, то зажигает мужчина. Никакой проблемы в этом нет. При зажигании свечей, поскольку это заповедь, то естественно говорится благословение. Нужно конечно позаботиться, чтобы эти свечи были достаточно длинными, достаточно чтобы было масло или достаточно длинная свеча, чтобы им действительно пользовались в шабат. Ашем является для еврейского народа как будто бы образно говоря, что Ашем он муж, а весь еврейский народ это его возлюбленная жена. И также, как Ашем, он нам все готовит, он нам все дает, он нам даже наши силы, когда мы делаем какую-то заповедь для Ашема, то кто дает нам силы сделать эту заповедь, это нам опять-таки дает сам Ашем. Точно так же перед шабатом глава семьи, муж, он все готовит для того, чтобы его жена могла вовремя зажечь свечи. Он наполняет их маслом или ставит на их место определенное и он поджигает фитилек, так, чтобы фитилек, он поджигает его и сразу тушит, так, чтобы фитилек был уже обугленный, обгоревший немножко, чтобы он зажигался легко, чтобы он был сухим и легко зажигался. И таким образом мы поступаем так же, как Ашем по отношению к еврейскому народу, так же муж поступает по отношению к своей жене, он готовит все для того, чтобы она могла сразу же зажечь свет. Да, мне тут напоминает, что время урока кончилось. Хорошо, и мы продолжим говорить про шаббатные свечи на следующей встрече. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А. Редактор субтитров А. Корректор А. Корректор А. Корректор А. А.